Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, и я Александр Петров. Я думаю, у многих из вас сложилось какое-то неправильное впечатление обо мне, как о человеке бизнеса. Это по многим причинам неправильное впечатление, но самое главное, это то, что я воспитан был в коммунистической стране, я воспитан был в Советском Союзе, и такому человеку, как я, уже не привить, наверное, ни навыки бизнеса, ни вкус к бизнесу, и внутри себя я чувствую, как опять-таки тот же самый советский человек. Поэтому я делаю свой бизнес не так, может быть, как вы думаете, и так, как, может быть, было бы правильно в плане зарабатывания денег. Я фактически являюсь своего рода продажником и человеком, который делает послепродажное обслуживание студентов. Ну, извините за такой сленг, за такой язык, но, по-моему, это лучше всего описывает то, как я работаю с учебными заведениями, и как я работаю, в принципе, с вами, со студентами. То есть я пытаюсь каким-то образом вам помогать в жизни, в учебе, я стараюсь, чтобы учебных заведений были какие-то партнерские отношения. Это совершенно не дает мне никакой прибыли, но отнимает у меня значительную часть времени, оставляя для меня, ну, может быть, самый необходимый какой-то минимум. Люди решили, что если у меня есть вот этот вот дом, который фактически пустует, если у меня есть основной дом, участок земли, если у меня есть квартира в Москве, то это свидетельствует о том, что я зарабатываю большие деньги, и, ну, это неправильно. Я уже объяснял, что я покупал дома по самой низкой цене участки земли, продавал их во время периодов, когда цена стояла достаточно высоко. Это не было какой-то период в течение двух недель. Обычно цена стоит на пике или в своем минимуме от полугода до года. За это время можно спокойно продать, не получив максимум дохода или не заплатив максимум или минимум, допустим, денег. Но, в принципе, вот это и есть возможность заработать деньги. И начальный капитал был и в помощи экономии заработан, и заработан на работе охранником, и много что другое. Но я скажу, что в комбинации это и есть большая часть того, что я заработал. Я не хочу сказать, что я нищенствовал, что мне недооплачивали учебные заведения. Были времена в действительности, когда многие обстоятельства способствовали тому, что я зарабатывал деньги как образовательный агент. Но это было, ну, может быть, 5-6-7 лет, не больше. И то это было то время, когда я еще не развернул свою деятельность в полном объеме. А будто так с 10-го, с 11-го идет неуклонный спад эмиграции в Австралию, соответственно, обучение в Австралию и так далее, и так далее. Но главное не в этом, главное в том, что я не являюсь бизнесменом, потому что я, в принципе, как человек знающий, человек читающий многое, знаю, как надо действовать, чтобы развивался твой бизнес. И здесь есть трейдзов, то есть есть какие-то вещи, которыми ты должен жертвовать, идти на компромисс. Я не хочу этого делать, потому что те люди, которые каким-то образом были моими студентами, работали со мной, может быть, в какой-то мере, они ушли, потому что тот путь, по которому иду я, он, в принципе, обрекает людей, ну, скажем так, на много работы и мало заработка. Гораздо легче быть посредником, продавать образование, о котором ты вообще не имеешь понятия, не находишься в этой стране, как люди, допустим, продают какую-то Мальту, какую-то Канаду. Они там не живут, они даже иммиграционных каких-то вещей не знают, они не владеют ситуацией с рынком недвижимости, где что, сколько стоит снимать, можно ли остаться на той же самой Мальте или где-нибудь в Ирландии. Это их вообще не интересует. Что им интересно? Им интересно быть красавчиками на видео, им интересно раскрутка в социальных сетях, им интересно зарабатывание большого количества денег, делая вот такие продажи. Или, продаваясь, ты миграционный агент, ты можешь продавать какие-то консультации. Я бы сказал так, к тем людям, которые в данный момент покупают эти консультации и надеются на то, что, находясь где-то за пределами Австралии, у них что-то получится, я не скажу, что это дураки, но, в общем-то, с определенной степенью, можно сказать, что где-то в этом направлении, потому что без отличного английского, без достаточно молодого возраста, ничего у вас не получится, это невозможно, но люди готовы платить. Зачем? В той ситуации, когда вы можете спокойно приехать в Австралию и по туристической визе податься на дешевые курсы и не получить отказов, получить визу, мы делаем все именно для этого, для того, чтобы у вас не была такая просто дорожка какой-то, лисий путь. Нет, это у вас тоннель освещенный, комфортабельный, с информационными досками везде, с какие-то напитки и снэкс, какие-то закуски. Вот я бы сказал, что мы сейчас сделали для вас просто, ну не знаю, транспортировку, то есть вот вы зашли и вышли, даже не заметили, как прошли этот путь для того, чтобы уже думать о своей эмиграции. Все сделано и все отлаживается, отлаживается, отлаживается. Зачем вам нужны консультации? Какие консультации? Какие-то 360, 450, 1100, 1200 долларов. Вы в своем уме, ребята, но я не буду хвалить Алексея Чихунова, который, да не один он, я знаю, допустим, тот же самый Евгений Киселев, несколько других агентов готовы, нормальных агентов готовы вам какую-то базовую информацию дать, просто так вот посмотреть, бесплатно сказать. Ну я бы делал то-то, то-то. Если хочешь, да, тогда мы проработаем тебе твою дорогу, но извини меня, ты сперва должен поднять английский. И все, и все, на этом все закончилось. И большая часть из вас просто не сможет пройти ни по какой региональной, ни какой профессиональной, ни какой бизнес-эмиграции. Просто забудьте, рабочие визы, ничего вы этого не получите. Меньшая часть, может быть треть, просто нормально приедет в Австралию и все сделает сами. Ваши консультации стоят, между прочим, столько же, сколько стоят билеты в Австралию, билеты в Японию, билеты в Шенген. И ваше пребывание в Японии и в Шенгене все вместе взятое будет стоить, как одна эта консультация, которая является просто глупостью. Приехав в Австралию, вы спокойно можете получить все эти иммиграционные советы от десятка агентов бесплатно и сделать мозаик. Вы можете поговорить с сотней людей, с десятками людей, которые прошли уже вашим путем, и они дадут вам исчерпывающую информацию, которая будет проверена на сайте департамента иммиграции. Я это все понимаю, я понимаю, что вас просто обманывают, я борюсь с этим, и это тоже отнимает у меня время. Какой же я бизнесмен, если я борюсь с людьми, которые, вы будете удивлены, но мои конкуренты, обманывая вас, они создают для меня кормную базу. Почему? Единственное, за что я получаю деньги, это за оборудование в Австралии, то, чего они не могут дать. Они просто не могут дать вам никакого правильного оборудования в Австралии, правильного вашего пути через учебу в Австралии, просто потому что они не находятся вместе с вами. Я не только говорю географически, я говорю о том, что они, ну, по несколько раз в неделю должны приходить в учебное заведение с вами, общаться, что делаю я со своими студентами, со всеми практически. Они не способны, они не конкуренты мне. Эти люди, они, отбирая вас, они поднимают вот эту муть, из которой я влавлю вас, то есть те самые самородки, самоцветы, тех людей, которые в действительности приедут на обучение. Они уже подготовлены, они, кстати, то есть вы уже знаете о том, насколько могут быть плохими агенты. И, соответственно, вы гораздо лучше относитесь ко мне, чем относились те люди, которые изначально ехали со мной несколько лет назад, 5, 7, 10 лет назад, как студенты. Они как-то еще на что-то обижаются. Нет, вы, вы идеальные люди, подготовленные, я не шучу, подготовленные этими нечто-то плотными агентами. Да должен, ну, не знаю, радоваться, если бы таких агентов не было, я должен был их благословить, их подготовить. Кстати, борьба с этими агентами, зная, что я не являюсь бизнесменом и не очень-то забучусь о бизнесе, Оно достаточно легка. Ну, во-первых, ну, мне много не надо. У меня, в общем-то, нет спиногрызов, у меня достаточно крепкое финансовое состояние. Я могу это делать просто ради души, ради дела, ради принципа. Мои конкуренты, им нужны деньги. То есть, фактически, я могу выиграть любую войну на истощение в World of Attrition. И это значит, что мне просто надо знать, откуда мои конкуренты берут деньги. Я уже сказал, я прекрасно знаю о том, что люди зарабатывают на иммиграционных консультациях. И это очень легко, не то что исключить, но делая ликвидацию иммиграционной безграмотности, самораскручиваясь в тех же самых социальных сетях, да просто ради принципа. И я умею это делать, кстати, не хуже, чем многие мои визави, которые думают, что компьютерный безграмотный человек, не умеющий себя вести на камере. И я умею вести себя на камере. И я отнюдь не компьютерный и вообще не безграмотный человек. И, соответственно, я могу и здесь побороться. На этом поле, да без проблем. Смогут ли побороться со мной на моем поле, мои визави, это вопрос. Я думаю, вряд ли. Поэтому вырубить человека, дав ему, кстати, большое количество конкурентов, да не проблема. Та же самая Мальта, образование в Ирландии и в Канаде, стоит только через те же самые социальные сети и через большое количество людей, занимающихся тем же самым, вывести на орбиту еще десятка-три русскоязычных продавцов Мальты, Канады, Ирландии и десятка-полтора консультантов по иммиграционным вопросам. И не обязательно, кстати, людей, имеющих лицензии. Да плевать, если они находятся в России, Украине, Казахстане. Да бога ради. Только поддержать их. И я думаю, что в принципе и Алексей Чихунов мог бы с этими людьми посотрудничать. Почему? Да потому что в конце концов понадобится в действительности реальный иммиграционный совет. А вот тебе и пожалуйста. У тебя уже готовые будут клиенты. То есть войну на истощение я могу выиграть с любым из своих конкурентов хоть завтра. Вопрос, как я уже сказал, а нужно ли это мне? И я боюсь, что мне не нужно. Боюсь, потому что я бы хотел делать все очень красиво. Я хотел бы быть вот в таких вот белых одеждах. К сожалению, они иногда должны быть закапаны, ну если они кровью моих жертв, я говорю фигурально, но по крайней мере их навозом. Но все-таки я хотел бы вести свое дело так, как я хотел бы, и чтобы мне в этом не мешали. К сожалению, мешают. Или им кажется, что мешают. Но, дорогие друзья, самое главное, не пытайтесь видеть во мне бизнесмена. Определенные вещи, конечно, я хотел бы сделать. Я хотел бы больше рекламы. И поймите, 10-15 ребят из вас могли бы сделать такую рекламу, в том числе и в интернете, от которой пошатнулись позиции всех бы оборудовательных и миграционных агентов вместе взятых. Могли бы, но вы и не делаете. А ведь подумайте, это вам, дорогие друзья, приезжать сюда, это вам надо будет просить меня о том, чтобы, ломая ноги, ну опять-таки фигурально выражаясь, иносказательно, бегал и искал вам работодателей. Ну, чтобы я это искренне, в действительности хотел сделать, я ночью подскакивал бы и думал, а где бы мне Васе теперь найти получше работу? Помогите и мне. Вы же можете через социальные сети. Вы же такие грамотные молодые ребята. Можете через Инстаграм вам верят. О чем вам не верить? Вы же не заинтересованы. Вы еще даже не в Австралии. И почему бы вам это не сделать? Я умею быть благодарным. Гораздо больше, чем те балаболы, которые неизвестно где находятся, где угодно, только не в Австралии. И это будет вам очень выгодно. Вы сэкономите не тысячи, а может быть даже десятки тысяч долларов. Я же не жадный человек. Мне, в принципе, без разницы. Если я смогу сделать так, что вы получите миграцию без обучения или с каким-то там годом, два-три обучения в самых дешевых учебных выведениях, подтвердить свою миграцию. Потому что мы найдем вам работодателя. Я вам найду работодателя. Почему нет? Попробуйте сделать. Давайте, кстати, на эту тему как-то побеседуем. Вот поэтому, дорогие друзья, я не против использования приемов бизнеса и даже ведения бизнеса в рамках своей деятельности. Только те, которые видят во мне в первую очередь бизнесмена, глубоко ошибаются. На самом деле, я человек, который просто любопытен. Я хочу сделать все так, как я хочу, как я считаю правильно. Те люди, которые следовали этим советам, обычно, и этому пути обычно долго не выдерживали. Ну, надеюсь, что я нашел и найду еще людей, подобных мне по духу. Но я вот такой. И поэтому, ну, прошу любить и жаловать. Я думаю, что, будучи не бизнесменом, я все-таки вам нравлюсь больше. Я знаю это. Спасибо.